всем привет с вами снова виктор балет сегодня очень интересная тема как всегда инфляция инфляция сегодня затрагивает очень много людей по всему миру миллиарды людей страдают от инфляции от обесценивания денег и вы сами реально ходите в магазин и видите как цены растут не по дням а по часам раньше можно было на 1 рубль в советском союзе купить например в 1919 году два почти три килограмма говядины в двадцать пятом проехать три километра на такси по москве тридцать седьмом две французские булки 53 можно было колбасы 60 граммов семидесятом году две упаковки сардин рыба очень вкусно мы любили покупали всегда 1980 году когда я кончал школу завить волосы на бигуди представляете вы идете парикмахерскую вам делают прическу это всего лишь стоило 1 рубль в 1985 году 10 раз сходить в кино даже нереально как-то себе это представить 10 раз сходить в кино за 1 рубль сегодня стоит в билибина одно яйцо примерно 15-20 рублей то есть одно яйцо было равносильно раньше сходить 15-20 раз в кино я не знаю сколько сейчас стоит к в кинотеатр сходите в москве например или в том же билибина или в других городах но вы видите какая сумасшедшая просто сумасшедшая инфляция поэтому совсем не обязательно хранить эти бумажки нужно лучше приобретать какие-то активы куда-то вкладывать чтобы каким-то образом хотя бы избежать этой огроменной инфляции которая уже по всему миру обесценила огромные средства это же труд людей представляете люди всю жизнь копили копили в советском союзе а потом все это за раз потеряли и также и сегодня происходит то есть огромные сбережения и на западе здесь тоже в германии и во всей европе и в америке и по всему миру деньги они просто-напросто сгорают как как просто как не знаю как газ из трубы выходит таких станциях газовых где добывается газ все это сгорает там тоже самое происходит с финансами поэтому вам такой совет вкладывайтесь в активы приобретайте что-то лучше инвестируйте в себя это будет самая лучшая инвестиция которую вы можете сделать с вами был как всегда виктор балет пожалуйста подпишись на канал желаю тебе всего хорошего хорошего дня здоровья прежде всего пока пока а